Самое распространенное мнение по поводу новостей — не смотреть новости. Потому что, как правило, новости создаются журналистами для того, чтобы каналы получали рейтинги. Благодаря рейтингам приходят рекламодатели и каналы зарабатывают на этом. То есть, по большому счету, каналы зарабатывают на эксплуатации человеческих страхов. Поэтому каналу очень важно человека взбудоражить. Каналу очень важно, ну и вообще не только каналу, но и традиционным средствам массовой информации важно привлечь эту аудиторию, привлечь человека, чтобы он остался сидеть и читать или смотреть эти новости. Ведь, по большому счету, в новостях нет ничего полезного. Ведь в том, что касается каждого конкретного человека, и это доказано рядом исследований, те люди, которые смотрят меньше новостей, они живут более спокойной, свободной от стресса в жизни. И если уж происходит что-то экстраординарное в отношении семьи или в отношении каждого человека, он в любом случае об этих новостях узнает. Если произойдет что-то важное, человек узнает об этом сам, ему об этом кто-нибудь из близких, из родных, из знакомых обязательно расскажет. Поэтому новости, особенно те новости, которые мы до недавнего времени видели в телевизоре, когда где-то на кого-то напали, кого-то убили, кого-то ограбили, кто-то на кого-то напал. И то же самое проецируется на страновой уровень, когда там какие-нибудь фундаменталисты, радикалы на Ближнем Востоке кого-то обезглавили. Они же ничего полезного простому человеку не дают. Вместо того, чтобы смотреть новости, можно было бы это же самое время, те же самые 20-30 минут в день потратить на самообразование. Вот если каждый день будет вместо 20 минут просмотра новостей или 30 минут просмотра новостей будет заниматься иностранным языком, то через год он будет свободно говорить на иностранном языке. И это будет ощутимый результат. От просмотра новостей, честно, никакого ощутимого результата для человека не предвидится. Но вместе с тем человек будет нервничать, стрессовать, потому что какие-то негодяи, например, похитили двух российских военнослужащих в Крыму. И распространение таких новостей будет ожесточать того, кто эти новости смотрит, и в отношении тех, кто похитил, и в отношении собственного государства, которое, видите ли, ничего не сделало и не разбомбило уже всю Украину за двух военнослужащих, несмотря на то, что, может быть, в это самое время государство делает очень много для того, чтобы эти люди вернулись на родину и без бомбежек, и без убийств, и без какого-то причинения насилия. А делает это по дипломатическим каналам, делает это без какого-либо шума и, может быть, делает это очень эффективно. Но, тем не менее, у простого обывателя, который смотрит эти новости, возникает ожесточение. Нам важно вообще в нашей стране, чтобы это ожесточение, которое есть в обществе, оно, собственно, снижалось. Поэтому, конечно, важно вместо просмотра новостей смотреть какие-то образовательные программы, заниматься самообразованием с помощью интернета или смотреть какие-то важные телепередачи, наподобие «Я так думаю».